Улучшение жилищных условий для жителей бывшего военного городка Зенцова-1 будет поэтапным и начнется в 4 квартале 2019 года. Несколько лет назад мы провели конкурс на застройку этой территории и сегодня мы уже смотрим первые здания, которые здесь появляются, а также проверили под строительство инженерной инфраструктуры. И то, что нас волновало особенно, это график переселения жителей, которые здесь до сих пор находятся в одноэтажных, двухэтажных бараках, которые ждут каждый день улучшения жилищных условий. В рамках договора о развитии территории сносу подлежат 46 морально устаревших жилых домов, в которых проживает 589 семей. Это 1692 человека. Застройщик показал главе муниципалитета карту микрорайона и ответил на все интересующие вопросы, среди которых один из самых важных – возведение социальных объектов. В жилом комплексе Зенцова-1 запланировано строительство двух школ, восьми детских садов, поликлиники на 390 посещений в смену, спортивные школы и почти 10 тысяч машин на мест. Меня-то интересует, что все наши стандартные наборы – лесоплощадка, контейнерная площадка, парковка, освещение, видеонаблюдение, спортивные объекты. Отдельно передадим, все будет передано. Малые форумы используем компан. Вот они у нас стоят рядом с подписом продаж. Можно посмотреть, как образец. Андрей Иванов получил четкий график работы, пообещал его контролировать. Отдельное пожелание – постоянный контакт застройщика с переселенцами. Для этого в компании работает специальный штаб. Андрей Иванов посмотрел образцы квартир, в которые будут переселять людей. В них произведен ремонт с хорошей отделкой. В современном стиле оформлены подъезды, входная группа, стеклянная. Есть три лифта, два пассажирских и один грузовой. Качество отделки, конечно, отличное. Могу с уверенностью это сказать. Если компания в такие условия будут переселять людей, то это будет оценка отличная. И сама планировка квартиры, качество отделки стеновых панелей, большие окна, двухкамерные стеклопакеты, балконы, отдельные технические балконы для кондиционирования, санузлы и так далее. И паркет. Все очень достойно. Начинает с входной двери, которая уже сразу устанавливается, железная, для того, чтобы ее потом не менять при заселении. Все очень достойно. Во время рабочего визита руководитель муниципалитета особое внимание уделил возведению социальных объектов. Он подчеркнул, что районным властям особенно важно, чтобы эти объекты были построены вовремя и в полном объеме. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинсом.